Любишь кататься, люби и чистить каток. Сегодня с появлением ледовых арен, оснащенных прокатами инвентаря и даже инструкторами, все реже можно встретить катки во дворах прямо под окнами. Жители микрорайона Богородский хотят вернуть старые традиции, но вот кому заботиться о катке, вопрос остается открытым. В пятницу до позднего вечера жители с лопатами на коньках и без выгребают остатки снега с катка, залитого в начале зимы в коробке между домами 6 и 7 микрорайона Богородский. Жители не раз обращались в управляющую компанию с просьбой почистить каток от сугробов специальной техникой, потому что своих сил на это явно недостаточно. Ну, хотелось бы, чтобы управляющая компания хотя бы немножко помогала в наших начинаниях, так как снегопады периодически в больших количествах и, соответственно, просто своими силами, лопатами люди просто не справляются. Уладить проблему с управляющей компанией жителям помог депутат городского поселения Щелково от партии «Единая Россия» Роман Назаров и администрация Щелковского района. И в пятницу специальная техника была на катке. Сегодня весь день здесь работали сотрудники по расчистке катка, то есть катка здесь вычищали его с помощью специальной техники. Это отрадно. И могу сказать о том, что контакт между администрацией района, управляющими компанией, депутатским корпусом на сегодняшний день он достаточно такой плотный. И самое главное, чтобы они понимали, что проживая здесь у нас в Щелковском муниципальном районе, их проблемы не остаются в стороне. Это самое главное. Потому что мы всегда здесь. Депутат на своем месте, администрация на своем месте. И все работаем только для народа. Когда техника управляющей компании уехала, жильцы через форум собрали всех неравнодушных дочищать снег и заливать еще несколько слоев льда. А здесь любителям конькового спорта повезло. Среди жильцов начальник пожарной службы. Ну, видите, сейчас начинается заливка катка. Кстати, обратите внимание, жители заливают его опять же сами. Значит, очень они настроены на позитивную дальнейшую совместную работу. И я думаю, что у нас большое будущее при совместных решениях проблем. Вот этот вот каток конкретно, он, в общем-то, получается на попечении наших жителей. Поэтому вот у нас такой, несколько необычный. Роман Назаров приехал не только разобраться с ситуацией, но и лично познакомиться с жителями, чтобы диалог шел продуктивнее и не только через переписку. Депутат объяснил, и где находится его приемная, рассказал о письменном обращении в случае возникновения особо острых вопросов, а также об онлайн-переписке для возможности быстрого реагирования. Также на встрече обсуждались и другие вопросы на темы о медицинском учреждении, молочной кухне и нехватке парковочных мест. Я попытаюсь ответить на все эти вопросы, которые беспокоят наших жителей, и, соответственно, дать им развернутый и компетентный ответ. Вот что мы сейчас, в общем-то, и делаем.